Сотрудничество между Китаем, Россией и Индонезией способствует процессу мультилатероризма, миру и стабильности в регионе. Об этом в среду заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. В ходе встречи с главами МИД России и Индонезии Сергеем Лавровым и Ратномар Суди на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте. Ван И подчеркнул, что стремление к миру, развитию и сотрудничеству – естественная тенденция. Он указал, что всем странам необходимо укреплять солидарность и взаимодействие, придерживаться многостороннего подхода, вместе преодолевать вызовы и формировать сообщества единой судьбы человечества. В свою очередь Сергей Лавров и Ратномар Суди отметили, что встреча была полезной и отразила консенсус трех сторон в отношении сохранения центрального статуса ОСЕАН. Стороны также обменялись мнениями по вопросам продовольственной и энергетической безопасности. По мнению министров, необходимо совершенствовать глобальное управление, обеспечивать гладкую работу цепочек поставок и защищать продовольственную и энергетическую безопасность развивающихся стран. Более 21 миллиона тонн – такова суммарная грузоподъемность судов, построенных в первом полугодии 2023 в Китае. Это на 14,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по июнь включительно судостроительная отрасль КНР получила заказы на строительство судов грузоподъемностью более 37 миллионов тонн. Здесь рост превышает 67%. Суммарный портфель заказов на строительство новых кораблей в отрасли превысил 123 миллиона тонн. Рост – 20,5%. По всем этим трем показателям Китай лидирует в мире. В первом полугодии Китай стал единственной страной, добившейся комплексного роста по трем основным показателям. Китайская судостроительная отрасль активно развивается в каждом сегменте. На сегодняшний день самым большим преимуществом китайской судостроительной отрасли являются наши способности проектирования, комплектация и высокий уровень квалификации инженерной команды. Лидерство по трем основным показателям означает, что китайская судостроительная отрасль постепенно перехватывает инициативу на мировом рынке. У китайской государственной судостроительной корпорации более 80% заказов в этом году поступило от иностранных заказчиков. В отделе продаж компании всего 10 человек. Им приходится ежедневно делать сотни телефонных звонков. За весь прошлый год мы получили 15 заказов, а в этом году за полгода уже получили 20. На данный момент на долю Китая приходится производство 40% от всего объема судостроительной продукции в мире. Годовой доход отрасли более 500 миллиардов юаней. Этот центр по уходу за пожилыми людьми в городе Инкоу, северо-восточной китайской провинции Ляонин. Постояльцы организовали ансамбль игры на эрху в двуструнном традиционном китайском музыкальном инструменте. Многие из них приехали летом на север Китая из разных уголков страны. Они говорят, что осознанно сделали выбор в пользу Инкоу. После выхода на пенсию я побывал во многих местах по всей стране. Завел новых друзей и узнал много нового. Это был полезный опыт. Пенсионеры меняют свои маршруты в соответствии со сменой времен года. Суровой зимой они едут в теплые регионы на юге Китая, а жарким летом отправляются на север. За это китайских пенсионеров сравнивают с перелетными птицами. Зимой мы чаще всего отправляемся на Хайнан, а весной держим путь на север. Когда наступает осень, мы можем вернуться в наш пекинский дом и отдохнуть некоторое время, только чтобы снова отправиться в путешествие. В Куньмине, очень комфортном месте для отдыха летом в юго-западной китайской провинции Юньнань, бизнес уже давно подстроился под серебряную экономику Китая. Там сдают квартиры и целые дома для пожилых путешественников. Дома для пенсионеров оснащены специальными удобствами. Например, есть скамейки для купания, умные туалеты и кнопки экстренного вызова. Всё это обеспечивает проживающим комфортное и безопасное пребывание. У нас есть медсёстры, которые измеряют температуру тела и давление каждое утро и вечер. Наши блюда специально разработаны для людей преклонного возраста. Если у некоторых пожилых людей хорошее здоровье и они любят выходить в свет, мы поможем им связаться с туристическими агентствами для краткосрочных поездок. По всему Китаю действует множество специально оборудованных учреждений по уходу за пожилыми людьми, которые обеспечивают комфортную старость. Аналитики предполагают, что сохранение большого процента пенсионеров в стране, улучшение состояния здоровья и благоприятные экономические условия продолжат способствовать росту популярности старения в стиле перелётных птиц. Дзян Си, Си Жцян. Температура в Шанхае уже несколько дней на рекордных отметках – около 35 градусов. На этом фоне растут продажи продуктов, которые помогают справиться с летней жарой. В магазине в центре Шанхае мини-вентиляторы, солнцезащитные спреи и охлаждающие влажные салфетки выставлены на самом видном месте. Этим летом продажи мини-вентиляторов выросли на 40% код-коду. В этом году у нас в ассортименте также солнцезащитные шляпы, летние тапочки и креп для кожи с алоэ. Помимо мелких аксессуаров, также вырос спрос и на более крупные электроприборы. В этом магазине в шанхайском торговом центре Global Harbor около 65% продаж сейчас приходится на кондиционеры. Люди больше заинтересованы в покупке продуктов с высокой энергоэффективностью. В этом случае они получают 10% субсидию от шанхайских властей с верхним пределом в тысяч юаней. Мы подготовили на продажу в Шанхае более 30 тысяч кондиционеров. На площадке электронной коммерции JD.com также фиксируют рост продаж климатической техники, в первую очередь вентиляторов и кондиционеров. В июне объём заказов этих товаров вырос вдвое по сравнению с маем. Продажи солнцезащитных средств, включая зонтики, летнюю одежду и кремы, увеличились в полтора раза. Что касается электроприборов, то 99,5% проданных морозильных камер и 97,4% кондиционеров производятся в Китае. Солнцезащитные крема больше не предназначены только для женщин. За последние две недели продажи детского и мужского солнцезащитного крема подскочили почти на 70% по сравнению с прошлым месяцем. Эксперт добавляет, летняя жара также привела к росту спроса на сезонные продукты питания и напитки. Продажи мороженого за месяц выросли втрое. Также особо популярны травяные чаи и сливовый сироп. Джан Ин, Си Джи Тян Редактор субтитров А.Семкин